Чебаркульские следователи проводят проверку по факту смерти задержанного. Мужчина скончался прямо в райотделе после того, как на него составили протокол. Родственники погибшего уверены, во всем виноваты полицейские. Впрочем, прокуроры обвинять служителей закона не спешат. Подробности в репортаже. Это съемка с камер наружного наблюдения возле кафе. В первом часу ночи Александр Семечкин вышел из заведения, но домой не попал. Пьяного его увезли в райотдел сотрудники полиции. Неудивительно, ведь судя по кадрам, он еле на ногах стоял. Был звонок в районе 10 часов вечера. Что я спросила, где он находится. Он сказал, что скоро буду. В отделении на 26-летнего Александра Семечкина составили административный протокол. Но домой он не пошел, а остался в полиции. Ну, просто для меня очень сильно странно. Почему? После составления протокола он пробил 12 часов в полиции. О смерти мужа Марина узнала спустя сутки. Ей позвонили знакомые. Это единственный документ, который у меня имеется на руках. То есть никаких других документов, никакой информации, что произошло с моим мужем. То есть мне не дают. Мотивируют тем, что это тайное следствие. Прокуратуре объясняют, Александру в райотделе стало плохо. Вызвали скорую. Пригода медиков осмотрела Семечкина, но госпитализировать не стала. Приходить в себя он остался в коридоре отделения полиции, а потом его обнаружили мертвым. По версии следствия, он встал, хотел пойти, но потерял сознание и упал с высоты собственного роста. В результате получил смертельную травму. В ночное время фактически его никто не удерживал. Он мог свободно уйти домой. Он продолжал находиться в отделе полиции. В дневное время был обнаружен уже мертвым. Суд медэксперты не нашли на теле мужчины признаков насильственной смерти. Но у родственников Александра осталось много вопросов. Как получилось, что он провел в полиции 12 часов? Почему бригада медиков не увезла его в больницу? И можно ли было его спасти? Они надеются, следователи во всем разберутся.